Мифи 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 Я хочу предложить тебе позавтракать Но у меня нет морковки Как же так? Воскликнула свинка Поппи А ты везде посмотрела? Да, ответила Мифи Я посмотрела на кухне Я посмотрела в шкафу Я посмотрела на столе Но, сказала свинка Поппи Посмотрела ли ты в кастрюле на плите? Нет Воскликнула Мифи Я забыла посмотреть в кастрюле И они обе поспешили Посмотреть в кастрюле Но кастрюля была пустой Какая досада Теперь я тоже проголодалась Сказала свинка Поппи Я знаю, что можно сделать Мы пойдем ко мне домой У меня в огороде растет прекрасная морковка Но я вчера проходила мимо твоего огорода, Поппи И я не увидела там никакой морковки Поппи засмеялась Пойдем ко мне в огород И я тебе ее покажу Мифи подумала, возможно ли это Неужели морковка вырастет за один день? И они вместе пошли к дому Поппи Мифи была озадачена Когда они пришли в огород Поппи Мифи посмотрела по сторонам Но так и не увидела ни одной морковки Но здесь нет морковки Сказала сильно расстроенная Мифи Которая по-прежнему очень хотела есть Я знала, что морковь не может вырасти за один день Конечно, не может, сказала Поппи Но морковь здесь есть, Мифи Ты просто ее не видишь Она нагнулась И вытащила из земли красивую морковку Ах, вот что! Воскликнула Мифи Морковь растет под землей И поэтому я ее не видела Мифи, возьми, пожалуйста, столько, сколько тебе надо Сказала Поппи Удалки Мифи Болгари 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 Мифы и Поппи Мифы закончили, они вместе вернулись к Мифе домой. В предвкушении аппетитного завтрака из моркови. Как-то одним ненастным днём Мифи смотрела в окно. Дул ветер. В воздухе летали листья и падали на землю. Но вскоре выглянуло солнце. И ветер стих. И снова была прекрасная солнечная погода. Мифи взяла мяч и вышла на улицу поиграть. Мифи подбросила мяч высоко в небо. Он упал на землю и покатился к дереву. Мифи побежала его поднять. И как вы думаете, что она там увидела? Она увидела птенца. Из-за бури он выпал из своего гнёздышка. И он был ещё совсем мал, чтобы летать. «Какая беда!» – воскликнула Мифи. «Этому бедному птенцу нужна помощь. Но что я смогу сделать?» Мифи принесла птенца к тебе домой. И показала его своей маме. «Как мне помочь этому бедняжке?» «Из-за бури он выпал из гнезда. И, наверное, сильно ушибся». Мама зайчиха посмотрела на птенца. «Чик-чирик!» «По-моему, с ним всё в порядке, Мифи». «Замечательно, мама! Можно он будет жить у нас? Я буду его мыть и кормить. И сделаю ему маленькую кроватку». «Но мама Мифи сказала, я не думаю, что эта маленькая птичка должна жить в доме. Птенцу нужна его родная мама. Наверняка мама ищет своего малыша». Они посмотрели на улицу и увидели, как мама птица летала вокруг дерева и искала своего птенчика. «Нам надо положить птенца обратно в гнездо на дереве. Он ещё слишком мал, чтобы подняться туда самому. И они положили птенца на травку и пошли за лестницей. Птенец пропищал. Чик-чирик! И слегка подпрыгнул. А потом снова черекнул. И подпрыгнул уже два раза. Он расправил свои маленькие крылышки и попытался ими взмахнуть. Потом он снова пропищал. Чик-чирик! Чик-чирик! И снова замахал своими маленькими крылышками. Мифи и её мама вернулись с лестницы и приставили её к дереву. И в это время птенец закричал. Чик-чирик! 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 И начал махать своими маленькими крылышками всё быстрее и быстрее. И полетел! Он полетел кругами, поднимаясь всё выше и выше. И сам залетел прямо в своё гнездо. Птенец снова в своём гнезде! Воскликнула Мифи. Смотри! Его мама летит домой, а её птенчик в безопасности. Мифи и её мама отнесли лестницу обратно в дом. А мама птица была рада, что её птенчик снова дома. Чик-чирик! 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 Чирик! Мифи играла в саду в мяч, а в это время к дому Мифи подбежала племянница свинки Поппи Гранти. «Мифи! Мифи!» закричала Гранти. «Давай поиграем в прятки!» «Это отличная игра, Гранти!» сказала Мифи. «Но ведь нас только двое! А чтобы играть в прятки, надо больше народа!» «Смотри, Мифи, вот ещё Снафи!» «Пойдём пригласим медведей Бориса и Барбару! Тогда нас будет уже четверо!» «А Снафи посмотрит, как мы играем в прятки!» И они пошли в лес! Скоро они подошли к красивому деревянному домику Барбары и Бориса. «Привет, Борис!» «Привет, Барбара!» «Хотите поиграть с нами в прятки, когда закончите свою работу?» «Да!» сказал Борис. «Мы с радостью будем играть с вами в прятки!» «Мы уже закончили пилить брёвна и можем с вами поиграть!» «Давайте начнём!» «Кто водит?» «Нет, Снафи!» сказала Мифи. «Так будет нечестно! Ты будешь нюхать и быстро нас найдёшь!» «Лучше смотри, как мы будем играть!» «Водить буду я, а вы все прячьтесь!» Мифи отвернулась и начала медленно считать до десяти. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Мифи открыла глаза и прокричала «Кто не спрятался, я не виновата!» и начала искать в лесу. Тем временем, Снафи подбежала к дереву и залаяла. И из-за дерева вышел Борис. «Так нечестно, Снафи! Нас должна искать Мифи!» Потом из-за деревьев, где они прятались, вышли Барбара и Гранти. «Теперь придётся начинать всё сначала!» сказали они. «Да!» сказала Мифи. «Ты не должна их искать, Снафи!» «И не должна лаять!» «Ты должна вести себя тихо!» «А всех спрятавшихся буду искать я!» И опять Мифи повернулась и закрыла глаза. Борис, Барбара и Гранти побежали прятаться. На этот раз Снафи вела себя очень тихо. «Кто не спрятался, я не виновата!» прокричала Мифи и начала искать за каждым деревом. «Борис, я тебя вижу!» «Я вижу тебя, Гранти!» Но Мифи нигде не могла найти Барбару. «Где она спряталась?» «Я боюсь, что Барбара заблудилась!» сказала Мифи. «Я посмотрела за каждым деревом!» «Теперь можешь гавкать, Снафи!» «Помоги нам найти Барбару!» Снафи сразу побежала к одному дереву и громко залаяла. Но Барбары там не было. А Снафи продолжала лаять. И все посмотрели вверх. И, конечно же, там наверху на ветке сидела Барбара. «Ты здорово спряталась!» сказала Мифи. «Без Снафи я бы тебя ни за что не нашла!» В классе Мифи были белые стены. Мифи подняла руку и спросила свою учительницу. «А давайте украсим стены красивыми картинами!» «Мы нарисуем картины и повесим их на белую стену!» «Отличная мысль, Мифи!» сказала учительница. Она раздала бумагу, карандаши и краски. И вскоре все были заняты рисованием. Мифи нарисовала красивый цветок. Мелани нарисовала ракушки. Эгги нарисовала рыбу. А Уинни нарисовала лодку с флажками. Мифи разукрасила свой цветок желтой краской, а его стебелек и листья зеленой. Эгги нарисовала рыбу с голубыми и желтыми полосками. Уинни разукрасила свою лодку в синий цвет. А флажки в красный, желтый и синий цвета. Когда рисунок был закончен, Мелани сказала, «Я не знаю, что мне теперь рисовать». «Я тоже не знаю», сказала Уинни. «Но нам надо гораздо больше рисунков, чтобы закрыть стенку», сказала Мифи. «Ребята», сказала их учительница, «Стоит прекрасная погода». Возьмите свои рисовальные принадлежности и давайте выйдем на улицу. Если вы посмотрите вокруг, вы найдете много того, что можно рисовать. И вскоре дети внимательно осматривали детскую площадку. Мифи нашла новые разноцветные цветы, которые можно было рисовать. Мелани нарисовала крохотную красную бабочку, а Уинни нарисовала очень большое дерево. На улице было много всего, что можно было нарисовать. К концу дня дети нарисовали много различных рисунков для стены. учительница была ими очень довольна. Но для всех ли найдется место? Мы должны повесить рисунки как можно ближе друг к другу, чтобы для всех было место, сказала она. Но для всех рисунков места не хватило, и некоторые дети расстроились, что их рисунки не повесили на стенку. Мелани подняла руку. У меня есть идея, сказала она. Давайте каждый день менять рисунки, чтобы все рисунки побывали на стене. «Какая отличная мысль, Мелани!» сказала учительница. «Мы так и поступим. И тогда можно нарисовать еще больше рисунков». И все дети радостно закричали. А Мифи сказала, «Теперь здесь будет еще интереснее учиться». Это было правдой. Каждый день на стене классной комнаты появлялись новые красивые рисунки. Мифи и Мелани играли вместе в саду Мифи. Они бросали друг другу яркий мяч. Мелани подбросила мяч высоко вверх. И Мифи не видела, куда он упал. Она стала искать мяч за деревом и нашла кое-что другое. Это было яйцо. Голубое яйцо. «Как здорово!» сказала Мифи. Она забыла про потерянный мяч. И они с удивлением смотрели на маленькое голубое яйцо. «Мелани, как думаешь, что там внутри? – спросила она. И в это время к ним подошла свинка Поппи. «Вижу у вас голубое яйцо!» сказала Поппи. «По-твоему, в голубых яйцах голубая морковь? Я так не думаю! Морковь появляется не из яиц!» А Мелани сказала. «Моя бабушка говорит, что внутри голубых яиц голубые носки». «Я так не думаю!» «Носки покупают в магазине, а яйца сносят птицы!» «Наверное, на одном из этих деревьев птичье гнездо!» Мелани посмотрела вверх и увидела птичье гнездо. И в нём сидела большая красная птица. Мифи задумалась. «А может ли красная птица снести голубое яйцо?» Поппи сказала. «Я розовая. Моя мама с папой тоже розовые». Мелани сказала. «Я коричневая. Моя мама с папой тоже коричневые». Мифи сказала. «Может быть, с яйцами всё по-другому. Мы знаем, что жёлтые цыплята вылупляются из белых или коричневых яиц». Свинка Поппи высоко подняла мифи, чтобы та положила голубое яйцо обратно в гнездо под красную птицу. Мать птица уселась на голубое гнездо и запела радостную песню. Поппи нашла потерявшийся мяч. И они весело играли в мяч все вместе. Они много смеялись. Неожиданно к их смеху примешался еще один звук Это было чириканье птенца И в гнезде появился крохотный красный птенец Мифи поняла, что цвет снаружи не говорит о том, что внутри Мифи, я всегда знала, что морковь не появляется из яиц, сказала свинка Поппи Я пошутила насчет голубой морковки Я тоже пошутила, сказала Мелани Конечно, я знаю, что носки не появляются из яиц Теперь мы знаем, что из голубых яиц могут появиться красные птицы, сказала Мифи Как замечательно! Мифи, Мифи, отзовись Ты с друзьями веселись Снафи, Гранти, Борис, Плут Хрюшка, Поппи тоже тут Субтитры сделал DimaTorzok